Здравствуйте, уважаемые шашисты! Давненько я не записывал видео, каюсь. Некоторые подписчики даже отписались от моего канала. Печально, конечно. Но для тех, кто верит в меня, не отписывается, хочу представить новое видео. Недавно на канале Яниса Сафина увидел интересное продолжение в дебюте Гамбит Кукуева. То есть Янис пожертвовал в Гамбите Кукуева шашку и в двух партиях. В одной одержал победу, во второй также мог выиграть, но выпустил красивый выигрыш. И сегодня хочу разобрать вот эти две партии. То есть было разыграно стандартный дебют CD4 FG5. Белые ставят так называемый тычок. То есть шашка белых на поле C5 при отсутствии шашки черных на поле A5 называется тычок. Она довольно-таки сильная, так как занимает центральное положение. Черные могут играть либо дебют тычок, сыграв GH4, CB6, можно даже GF6 сыграть. Но можно пожертвовать шашку и затем напасть на две шашки. Либо ходом CB6, либо EF6. CB6 это Гамбит Кукуева, EF6 это Гамбит Кукуева система Потапова. То есть были два московских мастера. Николай Кукуев и, по-моему, Леонид Потапов. Кажется правильно так. То есть вот этот дебют, эту жертву Гамбит разработал именно Николай Кукуев. Московский мастер, по-моему, в 1927 году на чемпионате Москвы он впервые провел вот такую жертву. Белые обязаны отжертвовать обратно именно таким образом. Такие жертвы проигрывают. Ну и Янис Сафин играет HG3. Его соперник CB4 отвечает. GF4, FE7, FG3, BA5. Стандартное положение в дебюте Гамбит Кукуева. И здесь Янис Сафин огорошил просто своих соперников. Снова жертвует шашку. То есть первый раз белые пожертвовали шашку, отыграли ее. То есть черные сперва пожертвовали шашку, отыграли ее. Сейчас белые жертвуют шашку и прочно связывают правый фланг черных. В одной из партий с Янисом Сафиным играл кандидат в мастера. Ну, видимо, не особо сильный, так как он партию довольно-таки быстро проиграл. А во второй партии у него попался соперник уже серьезный. Ливон Кикнадзе, грузинский мастер. Несколько раз играл с Ливоном Кикнадзе на Гамблере. Ну и, друзья, у меня с ним отрицательный счет. Поэтому говорю еще раз, это серьезный мастер. Кстати, Ливон Кикнадзе был неоднократным участником финалов чемпионата СССР по русским шашкам. Это о чем-то говорит. Ну и в обеих партиях было сыграно GF6, GF4. В первой партии слабенький соперник Яниса сыграл DC7 и быстро проиграл. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют FG5 и DC3. И забирают три шашки. То есть, шашку мы пожертвовали. Сейчас еще две отдали и три забрали. Шашек стало поровну, но положение проигранное. То есть, последовало в партии HG7. Белые поставили дамку. Ну и здесь, как бы черные не играли, положение у них проигранное. То есть, ну, в принципе, можно дамку поймать. Вот таким ходом CB4, затем сыграть GF6. Ну и после размена дамки, видите, положение у черных проигранное. У белых лишняя шашка. Да еще и шашка на поле C5, конечно, стесняет положение черных. Их партия проиграна, безусловно. Во второй партии с Ливоном Кикнадзе было другое интересное продолжение. В этой позиции Ливон Кикнадзе сыграл BC7. Логичный ход. Черные развивают свой правый фланг. Ну и сейчас будут выводить шашку C7 либо на B6, либо на D6. А затем уже либо будут, если на B6, размениваться, либо как-то будут строиться для того, чтобы играть. Белые играют GF2. Здесь после долгого раздумья Ливон Кикнадзе играет CB6. Тоже, в принципе, логичный ход. Черные грозят разменять и разменять шашки в центре, и шашка у них лишняя. Поэтому Янис играет D3. Безусловно, Янис шлифовал это продолжение, и оно было ему известно. А вот Ливон Кикнадзе играл, что называется, с чистого листа. Ну, БЦ3 надо играть, иначе у черных так и останется связанный фланг. Белые нападают CB2. CD4 также надо меняться, иначе у черных будет хуже. Теперь уже у белых единственный ход Fe5. В партии Ливон Кикнадзе сыграл D7. У него был довольно-таки интересный ход. HG5. Ну, и после вынужденного хода АБ4, а как прикажете еще играть иначе, можно было сыграть же F4 и FG3. Ну, и здесь у белых есть единственная ничья. Единственная. Все остальное проигрывает. Надо играть DC3. Черные играют Fe5, закрываются. Ну, и обратите внимание, что вот такой ударчик, он проигрывает, естественно. Потому что черные сыграют FG1, поставят дамку, ну и легко побеждают. Белые, конечно, поймают дамку черных, но у черных две шашки, а у белых только одна. Поэтому черные легко выигрывают. Тем не менее, в этом положении у белых еще была ничья. Им надо было сыграть HG5. Ну, и после вынужденного GH2, иначе белые выиграют шашку, они проводят такую комбинацию. Отдают шашку, отдают вторую шашку, и затем, видите, заставляют шашку черных отступить. То есть, она готова была пройти в дамке, но белые ее отбросили назад. И затем ставят сильный рожон на поле F6. Ну, и можете сами рассмотреть эту позицию. Позиция ничейная. Черным надо отжертвовать обратно. И сходка, как видите, будет все-таки в пользу белых. Позиция ничейная. Тут не C5, конечно, тут на А5 надо играть. Да, и после такого хода уже обе стороны взаимно проходят в дамке. Ничья. То есть, после, в принципе, хода HG5 у черных была инициатива в игре. Лимон Кикнадзе же сыграл D7. Ну, и лучше всего побить именно вперед, потому что назад бить пассивно у белых будет приятнее позиция. Белые би шашки, поэтому надо ее отыгрывать. В партии последовало АБ6. И ЕД6. Все логично. Ну, что бросается в глаза? У черных переразвитие, но шашки белых стоят довольно-таки, так сказать, твердо. То есть, подвинуть их как-то непонятно, как атаковать, где. Поэтому инициатива здесь, в этой позиции, все-таки у белых. Она приятнее позиция. После нападения ДЕ3 черные закрылись БЦ5. Все верно. И затем белые сыграли ЕФ4. В этой позиции было несколько продолжений на ничью. Можно было сыграть ФЕ5, как и сыграл Лимон Кикнадзе, либо пожертвовать шашку ходом ДЕ5. Ну, естественно, АБ4 не пойдешь и за БЦ3. Как еще сыграть? Ну, в принципе, ЦБ4 тоже не пойдешь, потому что ЖФ4 просто и ФЕ3 выигрывают белые. Ну, после ДЕ5, как могла быть ничья? Можно, конечно, было сыграть потом ФЖ3, допустим, ФЕ5, БЕ3. Черные бы разменялись назад. Ну, там у белых даже приятнее. В этой позиции проще всего белым бы отжертвовать шашку обратно. Вот таким образом. Ну, и тут уже, как бы черные не играли, ничья белым гарантирована. Но Лимон Кикнадзе сыграл все-таки ФЕ5. То есть, в этой позиции вместо жертвы ДЕ5 Лимон сыграл ФЕ5. Все-таки жертва там уже форсированная ничья. Видимо, хотел выиграть. Белые закрылись. Ну, кроме того, у Лимона Кикнадзе уже в этой позиции был цитнот. То есть, недостаток времени он уже торопился. В этой позиции лучше было пойти, конечно, АБ4. Ну, и там ничья была вполне достижима. Вот после ЦБ4 уже возникли проблемы. Белые напали. Ну, как видите, закрываться нельзя, потому что будет проигрыш. Приходится идти дальше. И белые играют ЕФ2 спокойно. Теперь, как играть? Остается единственный ход. ЦД2. И белые выигрывают шашку. Вот таким образом. Ну, и тут, как ни странно, ничья ведет только АЖ5. А вот ход ДЕ5, как сыграл Ливон Кикнадзе, он проигрывает. И проигрывает довольно-таки красиво. То есть, в партии последовало затем АБ4, АЖ5, ЦД4. Ну, и после того, как черные побили на Ц3, ну, сюда бить бесполезно. Черные пройдут в дамки. Надо бить две. ЦД2 играют. Опять, видите, отбрасывать бесполезно. Черные все равно пройдут в дамки. Поэтому белые сыграли АЖ5. Ну, и после хода ДЕ1, черные поставили дамку. Здесь уже белым надо быть аккуратными. То есть, здесь единственный ход не проигрывает Ж6, как было в партии. И АЖ7. То есть, обратите внимание, в этой позиции, если отойти, пытаться спасти все три шашки, черные еще выиграют. То есть, займут большую дорогу. И можете сами убедиться, ничей у белых нет. То есть, партия закончилась после Ж6 в ничью. А тем не менее, у Яни Сосафина был красивый выигрыш. И я хочу вам его показать. АБ4. АЖ5. Кстати, этот выигрыш нашел Роман Щукин. Санкт-Петербургский шашист. То есть, видимо, анализировал эту позицию. Я, честно говоря, не смог найти самостоятельно выигрыш. То есть, я ошибся. Мне на ум пришел вот такой вариант. Сюда, сюда. АБ2 и ЕФ4. Ну и здесь, обратите внимание, прошу прощения, ФЕ3, да, правильно. И после АЖ3 я хотел играть ЕФ4. Здесь выигрыша нет, потому что ЖФ2 побили. Черные ставят дамку именно на Ж1. То есть, сюда нельзя ставить, потому что дамка ловится. А вот сюда ставят черные. Ну, так уже нельзя играть. Белые еще проиграют. Надо жертвовать. Черные бьют. Белые ставят дамку. Вроде бы грозят поймать. То есть, сюда нельзя. Но черные просто уходят в эту сторону. Ну и обратите внимание, эти две шашки, они в дамке не проводятся. То есть, эта позиция выигранная, ой, прошу прощения, ничейная за черных. То есть, если белые будут ходить сюда, ну мы просто сюда, сюда, обратно ушли. А эти шашки никак не провести. Тем не менее, в позиции был выигрыш. То есть, в этой позиции после АЖ5, так, так, ФЕ3, все-таки здесь именно был выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться его найти. Неожиданный ход делают белые. Белые жертвуют шашку. То есть, у них шашка и была лишняя, и они ее, так сказать, отжертвовали. В который раз уже, да, уже третий раз, получается. Нет, второй раз в этом дебюте. Ну и белые просто нападают тихим ходом. ЕФ4, надо отходить. Белые проходят дамки. Ну и куда бы черные не ставили дамку, если сюда, просто пошли в дамки. Обе. Все три шашки проводятся. Если сюда, то мы занимаем нижний двойник за белых. Выгоняем черных на верхний двойник. Ну и затем, также, шашки белых идут в дамки. Позиция выиграна. Вот, друзья, такое интересное продолжение. Такую интересную жертву нашел Янис Сафин. В довольно-таки избитом уже дебюте, теоретическом гамбит Кукуева. Ну, несмотря на то, что дебют, конечно, очень хорошо изучен. Все-таки я его считаю именно профессорским дебютом. Всего есть, я считаю, два профессорских дебюта. Это городская партия и гамбит Кукуева. То есть, там всегда возможны новинки. И вот именно такую новинку и нашел Янис Сафин. Молодец, конечно. Его изыскания достойны похвалы. Буду следить за его творчеством и разбирать его интересные партии. Если вам понравилось данное видео, данный разбор партии, можете поставить большой палец вверх и подписаться на канал. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если вам что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания.